В зале заседания администрации района состоялось заседание Координационного совета местного отделения движения первых. В нем приняли участие глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, начальник управления образования Асяд Берзекова, руководитель регионального отделения Аванес Шакирянц. Поприветствовал присутствующих глава района Заур Хамирзов. Хотел бы поприветствовать сегодня всех участников, поблагодарить всех вас, что вы активно принимаете участие в движении первых работах с молодежью. Была и остается первичной частью работы в муниципальном образовании, потому что я всегда говорю, молодежь, это настоящее и будущее. Далее, с отчетом о проведенной работе за 2023 год выступила председатель местного отделения Дана Брантова. Она подробно осветила все стороны деятельности движения первых. На базе 13 школ района активно функционирует первичное отделение. Совет местного отделения движения первых функционирует у нас в районе с 1 июля 2023 года. Хочу теперь пройтись по всем проектам, подвести итоги 2023 года. С 1 июля по 20 февраля приняли участие в более 12 проектах, акциях, организовали вместе с детьми и сами придумывали проекты и проводили их. На сегодняшний день насчитывается около 2000 участников наших акций и проектов. Самый первый наш проект был акция, всероссийская акция «Книга другу». В рамках акции проводится сбор книг детской и подростковой художественной литературы для детей, проживающих на территориях новых субъектах Российской Федерации. От муниципального образования Кашхабовского района за два месяца было собрано и отправлено около 400 книг. С 1 сентября по 5 октября наши первые Кашхабовского района приняли участие в акции «Открытка благодарности». Это прекрасный повод для того, чтобы вырасти огромную благодарность учителям и всем тем, кто помогает нам учиться. С 12 сентября организовали наш первый таком масштабный проект в муниципальном образовании, всероссийский проект «10 тысяч шагов вместе с семьей», который собрал более 150 человек. 8 сентября приняли участие в сервисском проекте «Первая помощь». Проект реализуется в движении первых и направлено на развитие навыков оказания первой помощи и формирования активной социально ответственной позиции в обучающихся школах. В приличных отделениях школ 3-й школы, 7-й школы, 11-й и 12-й школы Кашхабовского района состоялись уроки первой помощи. 75 детей было задействовано и прошли обучение. 21 сентября прошел форум «Лидеры в Тебе решать» в городе Майкопе. Форум «Лидеры в Тебе решать» является отличной возможностью для молодых людей проявить себя и найти единомышленников. Движение помогает развивать лидерские качества, расширять кругозорь, получить новые знания и опыт. От каждой школы принял участие один лидер. В общем-то, антилик принял участие в этом форуме. Хочу от лица всех детей и от себя лично выразить огромную благодарность администрации муниципального образования Кашхабовского района и управлению образованием Кашхабовского района за всестороннюю поддержку и помощь местному отделению движения первого. Руководитель регионального отделения АВНС Шекерианц отметил положительную работу первых. У нас прошло ровно полгода, как мы открыли местное отделение в каждом муниципальном образовании, в том числе в Кашхабовском районе. Сделано очень много и реализовано проектов и программ. Отдельно на каждом останавливаться не буду. Скажу, что реализованы они все на 5+. Местное отделение зарекомендовало себя как эталонное. Приводим к примеру очень много разных проектов, в том числе и работы с детьми. На самом деле одна из самых эффективных работ в социальных сетях. За прошлый год на участие активистов в движении первых из Кашхабовского района и из федерального бюджета было выделено 723 тысячи рублей. Ребята приняли участие в более чем 13 мероприятиях. В этом году, в том числе благодаря тому, что мы получили дополнительную субсидию в рамках муниципалитетов, которые активно заявились в прошлом году, общая сумма денег на участие активистов вашего муниципалитета более 2,5 миллиона рублей. В том числе и крупные проекты, которые пройдут именно в Кашхабовском районе. Муниципалитет есть и появление, поэтому я думаю, что соседние муниципалитеты могут также приезжать на проекты, знакомиться и с ребятами. Структура отличная. Вот сегодня было время, приехали по лугу, посмотрели. Все сделано для детей, для молодежи. Главное это использовать. Отдельно хочется отметить, что ключевой проект этого года – «Дорождано» Зарнице 2.0. Мы ее в этом году в тестовом режиме будем делать и в муниципальных этапах. В первую неделю за много лет она пройдет по всей республике одновременно. Ребята приглашаем к участию. Также у нас будет региональный этап, всероссийский этап. В следующем году школу, где более 500 участников, предложим им еще провести школьные отборочные этапы, потому что Зарнице проект интересный, самый такой емкий, патриотичный. Вот это, как говорят наши сотрудники, живая работа, когда он пришел, увидел, победил. Пожелаю удачи с таким местным отделением, такой поддержкой администрации, только стремиться к вершинам.